Очень интересная ситуация складывается в Генеральной Ассамблее, в Организации Объединенных Наций. Дело в том, что есть Совет Безопасности ООН, и там страны главенствуют по очереди. Один месяц страна возглавляет Совет Безопасности ООН, причем как постоянные члены, так и те члены, которые попадают туда периодически, то есть на основе ротации. Так вот, наступает период, когда, по-моему, если не с апреля месяца, а с 1 апреля, да, с 1 апреля Российская Федерация должна возглавить месячное председательство в Совете Безопасности ООН. Естественно, ну, это будет просто, я не знаю, если сейчас это позор международного права, можно так назвать, то, что Россия в Совбезии ООН с правом вета и страна, которая ведет агрессивную войну, захватническую войну против Украины. Причем с самым жесточайшим способом, геноцидом против украинского народа, против нас, как нации, как государства. А если они еще и возглавят Совет Безопасности ООН с 1 апреля на месяц, да, ну, это, наверное, можно приравнять к изнасилованию международного права. Ну, правда, генеральный секретарь ООН вообще ни ухом, ни носом, не хочу обзывать его, вот, зато он едет в Киев с визитом по зерновой сделке. Вот его не волнует то, что Россия, которая признана многими странами мира, в том числе и Соединенными Штатами, спонсором международного терроризма, будет возглавлять Совет Безопасности ООН целый месяц. Соответственно, будет инициировать какие-то заседания, пытаться проводить какие-то решения через Совбез ООН. И, ну, генеральному секретарю, видно до лампочки, пану Гутеришу. Вот. Так вот, Украина, наш постоянный представитель поспред в ООН Сергей Кислица призвал не разрешить, то есть принять меры. Это, эти меры может принять сам Совбез ООН, они могут проголосовать, и здесь большинством они могут лишить Россию возможности председательствовать, хотя бы такую меру принять против Российской Федерации. Вот. И это вопрос к членам Совета, вот этого Совета Безопасности, как постоянным, так и временным членам этого Совета. Ну, посмотрим, как это реагирует Совет Безопасности ООН на инициативу нашего представителя с просьбой не допустить главенствования России в Совете Безопасности ООН. Ну, это будет просто верх цинизма и издевательства над международным правом. После этого можно, наверное, ООН закрывать будет. Просто закрыть и написать все. Райком закрыт, все ушли на фронт.